Привет, я Женя, а это певица Бьорк, и она снова сняла клип с элементами виртуальной реальности. Звезда реально подсела на VR-технологии. Но это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Как ощутить виртуальную реальность на вкус? Кто отправил Microsoft Goalland служить в армию? И как путешествовать, если боишься летать? Японская туристическая компания отправляет клиентов в туры виртуально. Предложение актуально для тех, кто либо совсем обленился и не хочет выходить из дома, либо страдает аэрофобией. Компания SingTravel обзавелась специальными виртуальными очками и приложением. Она позволяет оказаться в любой точке мира без особых затрат. Причем пользователь видит не просто видео или фото 360, а путешествует виртуально в реальном времени. Ему даже предоставляют личного гида. Изначально приложение было разработано не для забавы, а для тех, кто по каким-либо причинам не может путешествовать, но хочет посмотреть мир. Речь идет об инвалидах, пожилых людях, да и просто тех, кто, например, до ужаса боится самолетов. О господи, о господи, все будет хорошо. Закройте окно. Нет, нет, лучше откройте окно. На данный момент компания предлагает без риска для психики посетить Лондон, Сидней и Бангкок. В дальнейшем список виртуальных туров будет только пополняться. Также благодаря виртуальной реальности японцы хотят помочь не только аэрофобам, но и обжорам. Ученые в стране восходящего солнца работают над технологией, которая позволит жевать и чувствовать вкус виртуальной еды. Изначально технологию передачи вкуса виртуальной еды пытались сделать в Сингапуре. Так на свет появился Digital Lollipop. Для того, чтобы почувствовать вкус, его нужно было просто положить в рот, как леденец. Но устройство не стало популярным, поэтому японцы решили довести его до ума. И сейчас разрабатывают целую систему, которая будет отслеживать движения жевательных мышц и передавать запахи и вкус несуществующей еды. Уже год ученые пытаются сделать гаджет и сейчас почти вышли на финишную прямую. Думаете, зачем это нужно? Такая система должна помочь людям, страдающим пищевыми расстройствами. Ведь лучше обожраться виртуально, чем опустошить недельный запас реальной еды. Особенно понравится виртуальная еда моделям, которые вечно сидят на диете и уже еле ходят по подиуму. Кстати, о моде и красоте. Компания L'Oreal начала использовать виртуальную реальность для обучения персонала. L'Oreal создала VR-проект, который научит профессионалов правильно смешивать краски, делать стрижки и модные укладки. Это целая программа с видео 360, где студент сможет детально рассмотреть, как работает мастер со всех сторон. Приложение от L'Oreal доступно совершенно бесплатно и будет интересно не только для профи, но и для обычных клиентов. Кстати, не так давно компания создала и приложение дополненной реальности Makeup Genius, которая позволяет примерить на себя новый образ и макияж при помощи смартфона. Данное приложение показывает, как то или иное средство от L'Oreal выглядит на вашем лице. Также программа дает советы по нанесению макияжа, что особенно актуально для тех, кто в этом деле новичок или просто не знает меры. Хочу, чтобы меня с космоса видели! Красота, конечно, страшная сила, но оружие надежнее. Особенно, если оно еще с элементами дополненной реальности. Microsoft Goalance теперь готовится к службе в армии. Их стали использовать в военных целях. Гаджет, который многим кажется дорогой безделушкой, на самом деле оказался очень полезным для военнослужащих. Так, израильская армия уже прикупила два экземпляра и разрабатывает специальное обучение для солдат. Не отстает и украинская армия. Местные разработчики даже создали гибрид HoloLens с военной каской. Шлем называется Circular View System и позволяет увидеть все, что происходит вокруг танка или бронетранспортера в формате 360 градусов. Его представили на выставке в Киеве «Оружие и безопасность». Также на базе HoloLens разработчики разных стран пытаются создать подобные устройства для армии или их аналоги. Военные уверены, новые технологии помогут быстрее обучать солдат и в разы повысят их подготовку. Если вы тоже хотите ощутить себя на службе в армии, не проходите мимо легендарной игры Call of Duty, как раз посвященной военной теме. Тем более, она раздается бесплатно всем обладателям Sony PlayStation 4. Игра уже доступна в магазине PlayStation 100, только не целиком, а лишь миссия специально для виртуальной консоли. В ней игрок оказывается в кабине космического самолета и должен принять участие в битве. К сожалению, это довольно короткая миссия, но все равно приятно, что Call of Duty не остались в стороне и все-таки присоединились к миру виртуальной реальности. Да и то, что попробовать ее можно абсолютно бесплатно, тоже несомненный плюс. Если у вас еще нет приставки, а бесплатного виртуального опыта хочется, не переживайте. YouTube запустил VR-сериал ужасов Room 301. В главной роли американский рестлер и киноактер Дуэн Скала Джонсон. Скала играет консьержа в отеле, а студия YouTube Spaces выступает в роли самого отеля. В данном проекте приняли участие более сотни знаменитых блогеров. Каждый из них снял свою серию при помощи камеры Google Jam. Обычно каждая серия начинается так. Знаменитые звезды получают ключ от комнаты номер 301, также известный как YouTube-чистилище, и переживают там свои самые страшные кошмары. Посмотреть, что это такое, можно совершенно бесплатно в любых виртуальных очках. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всегда будете знать, как сделать свою жизнь интереснее. Всем пока!